Приветствую на канале Криптолож, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам про майнинговый проект под названием SecureX. Наверное, у каждого, кто хотя бы раз интересовался вопросом майнинга, возникали сомнения, стоит ли заниматься этим видом деятельности или нет. Ведь сейчас доходность уже далеко не та, что была раньше. Облачный майнинг сдает свои позиции. В 2017 году вокруг этой темы крутилось очень много разговоров. Был огромнейший ажиотаж. Из-за бешеного спроса видеокарты стоили, как новые из магазина. А новые в 3-5 раз дороже рекомендуемой производителем стоимость. И люди покупали. Но, как оказалось, майнинг тоже не волшебная таблетка. Оборудование ломается, потребляет кучу электроэнергии, еще и требует постоянного ухода, чистки, противопожарных систем, безопасности. Естественно, поскольку эти варианты уже не так выгодны, как раньше, то людям приходится искать другие возможности для того, чтобы заработать. Как раз на волне этого спроса и появился SecureX. Этот проект предлагает криптоэнтузиастам и начать выдвинуть на сложившуюся проблему. Что такое SecureX? Эта компания, которая занимается добычей криптовалюты, в частности, биткоина. Плюс этой компании в том, что каждый инвестор будет получать пассивный доход, величина которого будет зависеть от того, насколько много монет у вас есть в наличии. Все просто. Чем больше монет держите, тем больше получаете. Токены эти будут иметь название SRXEO. Проект ставит перед собой цель создать честную и прозрачную платформу, чтобы каждый мог получать свой доход. Как только вы купите эту монету, вам останется только ждать. 45% прибыли будет раздаваться всем держателям токенов. Распределение же токенов будет происходить в ETH, поскольку сам токен будет построен на платформе эфира ERC20. Если все будет так, как говорится на сайте проекта, то тогда, естественно, много людей захотят получать такой пассивный доход. Популярность монеты и криптовалюты в целом будет расти. А это очень хорошо для всех участников рынка. На этом первая часть обзора проекта SecureX подошла к концу. Увидимся в следующей.